Накануне в городе прошла традиционная встреча мэра с горожанами. На этот раз возможность лично побеседовать с городоначальником получили жители 6 микрорайона. Как и всегда, встреча была наполнена эмоциями. Сидящие в зале буквально засыпали вопросами тех, кто находился на сцене. Встреча жителей 6 микрорайона с информационной группой администрации города во главе с мэром прошла, что называется, по привычному сценарию. Открыл беседу сам городоначальник докладом об итогах уходящего года. Надо сказать, монолог мэра звучал ни много ни мало один час. В зрительном зале некоторые, к этому времени уже переставшие воспринимать информацию, начали просто-напросто засыпать под монотонную речь, доносившуюся с трибуны. Когда же Виктор Фирсов все-таки закончил свой отчет, люди радостно зааплодировали. Народ, получивший возможность сказать, перебивая и перекрикивая друг друга, стал засыпать сидящих на сцене вопросами, большинство из которых, как всегда, летели в адрес Департамента строительства и городского хозяйства, а именно в адрес нынешнего руководителя Михаила Тена. Когда это конец будет, когда переделают отопление, чтобы в наших домах было, я плачу сейчас за такую сумму. За полмесяца мы почти чуть не две тысячи заплатили. Я уже устала бороться с этим беспределом. Закон о тишине есть? Нет, Ленина. Ну а когда на Ленина будет тишина? Летом вообще невозможно. По стояку нет отопления. С октября месяца просила, уже начальнику Милостердову написала, я вот вам заявление оставлю. Никто не приходит, даже не смотрит. Батарея холодная, стоят полностью. Когда же будет отремонтирована кровь? Если вы выйдете и гляньте на наш дом, то крыша уже согнулась. Вы посмотрите, что творится по улице Ренина. Особенно в ночное время. Ведь это автомобилисту встраивают автопонигон. У нас в 30 лет победы 7 стоит одна мусорная контейнерная площадка для 10 домов. От лица многих горожан к властям обратилась руководитель одной из общественных организаций Волгодонска Ирина Халай. Женщина ходатайствовала о возвращении на линию автобусных маршрутов номер 53 и 55. Подкрепила свою просьбу Халай подписями солидарных с ней в этом вопросе. Кстати, последних набралось более тысячи. Однако, если этого окажется, недостаточно пообещала мэру собрать еще больше. Если не дай бог сломается троллейбус, кто живет на В5, они остаются без транспорта. Что делать детям, которые в мороз стоят на остановках? Я очень надеюсь, что городская власть нас услышит. И не только нас услышит. Она услышит всех, кто подписал, всех пожилых людей, всех инвалидов, живущих не только в новом городе, но и в старом городе. Потому что этот маршрут – единственный маршрут, который запитывал самые отдаленные районы. А это самое главное. Все-таки забота о пожилых инвалидах – это должна быть приоритетом для любой власти. Власть Ирину Халай услышала, но прямого ответа, так сказать, не отходя от кассы, не дала. А пригласила женщину в департамент побеседовать об этом лично. Здесь мы не будем дискутировать. Есть предложение такое. Приходите к нам в департамент. Мы уделим вам большое внимание времени. Возьмем полностью карту, схему города и наложим на нее все маршруты с границами. Давайте сегодня не будем об этом говорить. По всей видимости, речи чиновников на бюрократический манер людей не очень-то устраивали. Иначе, чем еще объяснить то, что многие уже примерно на 30-й минуте диалога с властью просто-напросто стали покидать зал. Анастасия Дубас, Антон Набиев, Новости ВТВ. В нашей студии гость – председатель общественной организации содействия защиты прав пострадавших от теракта Волгодон Ирина Халай. Ирина Ивановна, здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Вчера вы присутствовали на встрече «Мера» с жителями, на которой выступали и ратовали за возвращение 53-го и 55-го маршрутов. Почему, какие интересы, кого вы представляете в этом случае? Ликвидация этих двух маршрутов разорвала полностью связь В-16, В-18 и ВУ трех кварталов с тремя кварталами. Это самые отдаленные кварталы города. И получается, что люди, которые… У нас очень много пожилых людей, конечно, и малообеспеченных много. И они в массе своей ездили на оптовый рынок на В-8, закупали там продукты подешевле. А теперь бабушка не сможет эту сумку донести с В-8 пешком до В-16. А 16-й маршрут, который пустили, он… Я не знаю, как он ходит. Он ходит очень редко. И вот то, что ликвидировали эти два маршрута… Причем мы же не просим, чтобы создали новые маршруты. Мы просим, чтобы вернули старые. Вчера была встреча «Мера» с гражданами города. Два раза мы приглашали «Мера» к себе, но он постоянно занят. Я понимаю, что у нас там, конечно, на В-16 помещение маленькое. А здесь получилась такая ситуация, что большой зал. И мы, наши все активисты, пришли туда, чтобы лично вручить ему свои копии подписи, которые мы отсканировали у нас все подписи, теперь в электронном виде. Чтобы не сказали, что их не было. Чтобы они не потерялись, я не дай бог, у нас в администрации. А такое бывает? Я не знаю. Мы первый раз собираем подписи. Но, знаете, лучше перестраховаться. И вот мы ему отдали буквально перед встречей все эти подписи, чтобы он знал. Потому что я все равно бы выступала с обращением. Но положительной реакции я никакой не увидела, к сожалению. И вот вчера на встрече ТЭМ мне сказал, что мы будем дискутировать по этому вопросу. Так вот, нам дискуссия не нужна. Нам нужно реальное решение вопроса. Мы не требуем что-то неисполнимого. Маршрут был. Сколько лет он? Очень долго он ходил. Кому-то помешал. В конце концов, есть конституция, где все написаны равны перед законом. Почему у нас улица строителей полностью запитана на все автобусы, а та же Ленинградская, или та же Мира, или та же Кашевого, которая Кашевого 68, вообще ничего нету теперь. Извините, как... И вот сегодня мне мамки звонили. Почему я не пришла и не подписала эти листки у них? Тоже вот возле 22 школы им нужно добираться до поликлиники номер 4. Вот проблема. Как туда добираться? Елена Ивановна, ну по вашему мнению, почему так происходит? Как вы вообще оцениваете систему транспортную в Волгодонске? Я не думаю, что мэр там был против этого маршрута. А кто-то, кому-то нужно было посмотреть, оптимизировать. Как мне сказал господин Цисулин, что они ездили в Ростов, они доказывали, что 16-й будет рентабельный. Вот мне просто интересно эту бумагу посмотреть, где написано, что 16-й маршрут рентабельный, а 53-й нерентабельный. Я вот вчера сказала на встрече, что, вы знаете, вот понятие старость и инвалидность нерентабельное. Вообще старики, они нерентабельные. Они не приносят дохода. Но, тем не менее, они создали эту страну. И, извините меня, нужно быть благодарными им за это. Но, извините, нельзя так поступать с пожилыми людьми, со стариками, с инвалидами. Потому что, вот Жданов, это председатель общества слепых, он на круглом столе как раз выступал, что зимой, когда стали троллейбусы, мороз был сильный, на В5, звездные, казалось бы, там тоже есть транспорт. Стали троллейбусы, все, ничем оттуда не уедешь. Маршрутки идут переполненные. Дети стояли, старики стояли, мерзли на остановке. Если бы был 53-й, вопросов бы не было. Но я думаю, что мэр должен прислушаться, потому что сейчас у нас все подписи в электронном виде. Надо, мы еще соберем столько же, и мы по электронной почте отправим губернатору. Ирина Ивановна, спасибо, что стали гостем нашей студии сегодня. Спасибо.